И вот очень важно, здесь нам, вот в Евангелии, мы говорили уже из года в год, это Евангелие очень известное, мы уже говорили из года в год, какие люди были искренние, искренность у людей была очень большая, именно обратите внимание, вообще апостол Петр поступает к их женщинам. Мы говорим, когда говорим о женской душе, мы имеем в виду вот эту вот непоискренность, такую открытость, порывность, ну в общем, о Иосифе всякого Иосифа. Потому что действие совершенно парадоксальное. Он припадает колено Иосифовому, то есть он обхватывает его практически, припал колено и говорит, отойди от меня. Ну это ж не поступок больше, это поступок женщины. Ну где-то было видно, чтобы два мотива сразу, одновременно, это женщина бывает о непереносимости чувств, она говорит абсолютно абсурдные вещи. Люблю, умираю, жить не могу, чтобы ты сдох. Ну есть такая парадоксальность, для мужской психологии это вообще не характерно, такой поступок. Петр обхватывает Господа, припалкивает с колено и говорит, отойди от меня. И Бог говорит, я человек ближе. Я уже обращал меня, братья и сестры, в прошлом, когда я говорю, как я говорю, как я говорю. Какие сильные у людей у меня чувствуют. Какие вдруг, как это. Вот решит Господа, смотрите следующее поступок. Там вообще удивительное чувство. А потом пишется, и оставил все, и шедшего следа Иисуса. Все оставил, все оставил, вообще все оставил. Пошел в след. А для нас вот, это меня могут 92 года, а у нас стоит около дверной ручки. Так похоже на нашу духовную жизнь. Человек говорит, что это у нас стоит борьба мотивов. Когда замедлено с елкой в тысячу раз, получается вот так вот, вот так. Она вот думает, вот идти или не идти в эту дверь. И она около двери может 15 минут стоять. Мотив-мотив туда. У нас на самом деле все это быстрее проходит. Колебание мотивов, в несколько секунд. Было у вас, что вы вот на одном месте топчетесь. Надо туда, потом туда. И вот мысль одна туда, другая туда. Мы колеблимся. Но в жизни мы колеблимся до анекдота. Ну, было такое анониз эфира, вы помните? Они сообразили, пойдем в христианскую общину, там дары дают. Там чудотворение, там исцеление и прочее, прочее, прочее. И копеечку припасли себе анониз эфира. Упали за беду. Момент колебания показывается. Один раз в Евангелии, один раз там один раз был. Момент колебания, насколько он плачевно закончился. Сейчас Господь, почему мы не умираем, как анониз эфира? Мы не так, как Петр выпадает. Мы, как анониз эфира, не умираем. Жалеем Господь. Тогда показалось, что это вот гибель и смертель. Что утаяли часть земли, и нашим, и вашим, жизнь по принципу. И нашим, и вашим. Сейчас тяжелый век такой, и нашим, и вашим. Колеблюсь. Колеблюсь. Вы родитесь за Господом. Петр показывает крайнюю степень приверженности. Вот этот человек точно обойдет за Богом. Он все оставит. Отойди от Бога, Господи. И вы, человек грешный, и вместе с тем он умножится. Не находит в себе силы. Отпустите. И когда Господь говорит, сделай он всем человеком, у него радость. У него радость. Пишется, и оставим вся, шедшую вслед от Иисуса. Оставляем? Идем? Да и нет? Куды-то? Ничего не осталось. Все наше с нами. А на нет сапфира поступили честнее. Они утаили часть имения. А мы хотим все имение утаить. Вот все, что у нас было. Ни от чего не отказаться. А вместе с тем и Бога поиметь. Но не будет. Не будет. По одной ведомости, два раза зарплату получать. Мы уже говорим. Ну не бывает. У нормальных людей так не бывает. Чтобы мы и здесь успели, и там, как говорится, не прогадали. Не будет. Не будет. И пославиться вместе, он сказал. За двумя зайцами прогонишься. Не знаю, известно. Не знаю, скажешь. Вот. Это маркетинговый ход. Как раньше. Сейчас какой? Два в одном. Уже, ладно, два в одном. Уже. Уже три в одном. Уже. Три в одном. Все. Нам уж не с нас такую духовную жизнь. Не дрить маркетинговый ход. Три в одном. Тогда будет вообще начать. Предел все будет. А он будет. Три в одном. Знаете как? Ну вот там. Православие плюс мусульманство, плюс святоизм. Ну вот три в одном. Такой будет выигрыш. Знаете. Такие барыши, такие духовные дивиденды. Да нам православными хотя бы стать. Какими не будем. Хоть чуть-чуть, хоть немножечко. Вот столички. Православным православным стать. И было бы. Три в одном. Ничего не получится. Правда? Ничего не получится. Возрано имя. Какая признанность. Как есть. Дух читаешь в этой Евангелии. Просто стыдно становится. Стыдно становится. Стыдно становится. Понимаешь. А на это уже идти не хочется. Вот он начинается борьбовое тело. Том мирскую жизнь. То сериал смотрим вечером. До помрачения ума. И хочется быть и секси, и пепси, и кекси. А потом смотришь. Как бы вроде после этого уже молиться не хочется. И начинаете нашим можем. Ладно. Сделаю один земной поклон. Прости меня Господи. Там перекрещусь. И уже уходишь ко сну. Всех ублажил. И сатану, как говорится, умилостивил. И Христу не отказал. Как называется девочка для всех. Как это называется? Называется духовная гостиница. Просто. Торговать собой для всех. А вот именно сегодня в Евангелии, когда слушаем, мы просто поражаемся. предупреждать. Предупреждать. Я читал, какие люди. Вот когда Библию читаешь. Вот стал родословно Иуды копать. Ну не копать, прости Господи. Не так записывается. Именно не копать, а ну если в хорошем смысле слова, то может быть даже и копать. Лопатой, так сказать, рыцем. Иуды же что? От кого? Какой род там дальше пошел? Помните? От невестки пошел род дальше Иуде. От невестки. Там же дальше род Иуды, как он пройдется? Помните? Сын умер. Это из двенадцати этих самых патриархов, из израильских патриархов Иуда. Из племени которого Давид и вот эта царская линия что, да? Из царь Иуда пошел и блудницу нашел около стен города. Я просто блудницу нашел, переспал с блудницей Иуда. А блудницей знаете кто оказался? Невеста. А она была не блудницей. Она просто его подстроила. Ну, она подстроила это вот все. Но смотрите, какова искренность людей. Какова искренность людей. И он подарил ей вот перстень и трость подарил. И когда увидел, что невестка беременна, он говорит, убить, забросать камнями невесту. Она говорит, ну хорошо, сделайте прежде рассуждения. И вот получилась такая история. А она говорит, она достает перстень. А это дело было ночью. Она даже лица не видела этого человека. То есть своего. Честь, что ли? А он увидел свою трость и увидел свое колечко и понял, что она беременна от него. Пустил голову и сказал, она более права чем нет. Но вот факт. Интересный момент. Пишется, и не имел ее до конца жизни. Какая честность тех людей была? Вы понимаете, какой момент? Он уже себе отказал дальше этих... Сейчас. Какая... Обратите внимание. Вот он впал вот это дело, да? Но как только он почувствовал себя нечестным. Как только он почувствовал себя нечестным. Он себя наказал. Какие люди были? Пишется. И не имел ее... До конца жизни ее не имел. Хотя, в принципе, у него все были права. Она свободна была. Он мог ее... Да, я не помню там. Вроде она стала его вроде законной женой. Но он настолько устыдился своей... Своей вот этой вот... И нашему вашему... У него порыв такой вот случился. А у нас как? И стыд охватывает и нашему вашему, и Богу, и дьяволу. Но только мы себя не наказываем ничем. Знаете, как мы говорим? Ну, бывает. Все бывает. Да, все бывает. Да, все бывает. Какая сделка со внутренним человеком. Простите, что я долговато об этом говорил, но вот это стоит об этом говорить. Вот. Это Евангелие стоит об этом говорить. И Господь, смотрите, от Иуды. От этого Иуды. Ну, по сути дела, назовем еще своими нами. Ну да! Царский род, идиот! По сути дела, там, по всем статьям состоялся просто вот тут. Ну, что он взял блудницу? Он же не знал, что там вот тут, 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 тут. Как Господь великодушен. Ну, не то, что великодушен. Как Господь велик. Слышите? Вот не считайте. Почему? Вот блуд прощает, да? А нам, праведникам, ничего не дается. Ни здоровечка, ни счастья, ни любви, ничего. Ничего. Ничего не дается. А знаете почему? Потому что был луковой. Вот Иуда, он согрешил. Так он с себя шкуру снял. Царь Давид сказал, так он с себя шкуру снял. Как он каялся три года, как он в пещере скрывался, царь Давид. А у нас и наши, и ваши. Вот поэтому апостолы думали. Читаешь Евангелие и думаешь, Господи, что ни случай, что просто чудо. Какая последовательность? Те люди, которые каялись в Евангелие, они уже больше не грешили. Грешила ли больше Мария Магдалина? Нет. Грешил ли больше, как, ну, понимаете, тот? Нет. Нет. Они приходили к Богу, а они уже больше не грешили. Это было, грех отсекался раз и навсегда. Молодушие там было, и у апостола Петра было. Ну, такие вот моменты чисто человеческие. Но какого-то рьяного греха. И на себе думаешь, грусти думаешь. А, ну, жалко вот. Обидно. Обидно за себя вот. Думаешь, одна греховная есть мысль, чтобы в другое время родиться. Но все-таки мы рождаемся в то время, в которое должно быть родиться. И наше дело именно... Наше дело, вот, все-таки попытаться выкрыгаться из этой вот... Из этой психологии не нашим, а вашим. Хитрость такая вот. Как-то выгоды два в одном получить, сразу за всем угнаться и прочее, прочее. Еще раз вспоминается мы в Евангелии о предельно искреннейшем поведении апостола Петра, братья и сестры. Вдохновимся. Вдохновимся вот этой древней... Древней цельности человека. Человек из одного пуска был сделан. Не было такого. Вот у меня такое чувство, думаю, да где это в конце концов? Сегодня ты один, завтра ты второй, пусть завтра третий. Настроение в течение дня двенадцать раз меняется. Вообще не понимаешь, кто ты и что ты... Там был человек как из одного, вот как драгоценный камень, из одного вещества, из одного куска сделан. А тут, понимаешь, из мусора весь вот весь какой-то... Кусок... Кусок навоза, Кусок позавчерашнего пирога, Кусок того... Вот такая душа склеена вот тут, из обычного. И вот Господь у нас таких родные, мы возлюблены, терпит вот таких вот. Мы же сами ощущаем, что мы все-таки... Нет вот этой... Такой цельности. Берешь материал, ты ж не берешь моли употрезенный, и ты ж не берешь такой, который где-то, понимаете, на помойке лежал. Вот отрез материала, вот приходишь, в ней вах, покупаешь, на платье. из одного, вот, из одного один покрой, одна ткань и любое, что хочешь, чтобы она была одной к одному, братья и сестры вдохновимся в эту Евангелие всему лично чтобы хотя может быть сегодня до вечера в этой цельности прожить, вот устоять в этой цельности ладно, придет завтра ну, он нас завалит или мы посмотрим ну, каждый раз, вот, все время воскресение зачем это воскресение, на чем он ценит есть что-то приятное в стуке колес Вот кого поезд раздражает? Меня никогда не раздражало. Есть вот этот ритм, мир, мне кажется, железка по колесам стучит. Но о чем это говорит? О том, что ты все, что ты едешь и что ты приедешь. О чем вот этот стук колеса говорит? Что ты едешь и что ты приедешь. И он тебе на мозге не действует. Вот капля воды, которая пытки были на голову, бьет. Она с ума сводила в камере этих людей. Она покапает три дня, и человек с ума сводит. А вот ту-ту-ту-ту никогда не сводит, потому что осуществляется движение. Так и у нас каждый воскресный день от Евангелия к Евангелии. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мы как с вами передвигаемся. Вот этот сладкий стук, сладкий стук колес жизни происходит. Перезвон, перестук, воскресный день. Каждое воскресенье у нас в своемерности от Евангелия к Евангелии. От притчи к притчи. От рассказа к рассказу. Мы с вами. Пусть мы даже на месте топчемся. Пусть даже до вечера проживем по-евангельски. Но тот и устроит, братья и сестры. Тот и устроит. Даже вот нынешний момент. Вот. Рассказы Евангелия. Он сладостный. Он этот сладостный момент, прикосновение к Евангелии. Он сладостный. Специально задерживаю. Еще смакуешь. Подержать во рту подольше. Уже есть мысли все закончились. Все мы пошли. Все исчерпали тело. Можно довезти? Ну, вот еще подержать. Тишина у вас. Само пребывание в храме. Наслаждение пребывания в храме. Наслаждение. Ну, не то, что гедонизм. Не то, что какая-то кайф какая-то, какая-то наркомания, нирвана какая-то. Нет. Не нирвана. Тут другое. Благодать. Прикоснусь и благодать. И спит благодать. Может быть, и горчится, что она не посетила. В следующий раз чая теперь, все эти. Жизнь. Духовное измерение. Даже в каком-то смысле слова, когда у человека говорит о Боге депрессия какая-то, какой-то упадок. Это хорошо, потому что что-то в Господе случилось. Печаль в Господе, она приобретает совсем другую краску. Горе в Господе, беда в Господе. Вы знаете, горе, беда сильнее к Богу прилюбляет, чем счастье. Крепче он прикипает. И даже когда не хочется молиться, это еще дороже, чем когда хочется. Почему, когда не хочется молиться, дороже, чем хочется? Ты переживаешь. Ты не согласен с этим и желанием, что тебе не хочется молиться. Ты не любишь себя в этом мире. А не любовь к себе ради Господа, это уже есть тоже любовь к Богу. Вот многие люди приходят и говорят, я не имею любви Бога. Имею, Боже, Господи. Имею, имею, Боже. Когда не любишь себя ради Бога, это тоже любовь к Богу. Любовь к Богу, это не ванилин, не шоколадки, не мармеладки, раздаваемые каждый день. Это может быть такая суровая реальность. Претерпевание вот этих будней. Преодоление себя все время. Вот она, любовь к Богу. Она празднуется, что в видах проявляется. Сегодня у нас удивительное Евангелие о любви к Богу. Смотришь, ты можешь. Мужчины, они же мужчины, апостолы, все оставить. Да, ради водки мужчины все оставят. Ради женщины все оставят. Ради карьеры все оставят. А вот так оставить все, просто не пойти в неизвестность за Господом. Там же полная неизвестность вообще. Ну вот полная неизвестность. Ну вот, поступок, конечно, совершенно удивительный. Такое вот у нас в Евангелии. Так еще раз стараться в соответствии с этим выстроить жизнь. Поступки слова искренние. Постверли в тем, что единство слова не делали. Апостол сказал и сделал. Апостол сказал и сделал. В чем конкретно говорится? Единство слова. Конечно, когда глупость, лучше пообещательное сделать. Если даже пообещательное сделать. Но единство слова не делали. Евангелие у нас сегодня выводит на последовательный замысел. Почему говорили и молчали? Лучше молчим, чем сказать и не сделать. Лучше проволчи и не сделай. Не будет так большая, чем сказал и сделал. Большое разное будет. Единственное слово не делали. Сын Евангелие у нас еще раз будет. Еще мы говорим. Единственное слово не делали. Как каждое слово. Апостол говорит. Господи говорит, ловили и не поймали. А потом что он сказал? Увержен, говорит, сеть по слову твоему. Но по слову твоему, говорит, уверен, им сеть. Так какая последовательность в действии словах? Истинность. Показывает сомнение. Он не стесняется показать сомнение. Он говорит, ну ведь вот вы ловили, но ничего же нет. Нету рыбы, нету рыбы. Показывает сомнение. Но, говорит, по слову твоему, уверен. Ну, вот последовательность действует. Чему он учится, как? У нас так, два-три слова и... Вспышка. Ядер на взрыве. Слово. Это вообще предложение до конца человек не договаривает. Это же как собака с цепленным вздохом. С другом вообще не известно за что. Как здесь все красиво устраивается. Выдержка удивительная. Порывка, горячесть. В море. Помните, как по такому лову ходил? И вместе с тем крайне судители. То есть, извините, что засчитаете еще. Вот так. Сделаю ловцом человеку. Ловцом человеку. Сетю в сторону. Вслед за космос. Аминь. 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 Сетю в сторону. Свят. Карл Коболия. Аминь. Шатлана. В 싶은 environmentalism. Встреле. Продолжение следует...